На конца апреля в регионе планируется провести два важных мероприятия – форум блогеров и саммит молодых парламентариев. Вопросы подготовки обсуждались в ходе еженедельного расширенного совещания под руководством главы Ингушетии Юнзбека Евкурова. По словам основного докладчика вице-премьера правительства Питимат Аушевой, программы данных мероприятий уже утверждены. Что включает в себя эти программы и какова цель мероприятий? Подробности в следующем сюжете. Всероссийский форум блогеров «Блог Инк» пройдет в республике с 24 по 26 апреля 2018 года. По словам вице-премьера, гости республики примут участие в мероприятии по случаю 25-летия газеты Ингушетия. Помимо этого запланированного встреча блогеров с руководителем республики, поездка в горы в Джайрахский район Ингушетия, посещение уникальных природных и культурных объектов, знакомство с местным населением, с национальной кухней, включая праздничные застолья на вершине столовой горы, танцы и песни в компании с ингушскими артистами и многое другое. В Сулькиншете планируется провести всероссийский форум блогеров «Блог Инк». Подготовлена программа проведения форума «Разосланы электронные письма» 50 российским блогерам. Своё участие подтвердили 22 блогера, но буквально час назад мы получили информацию, что уже 32 человека здесь еще подтвердили. Глава республики считает, что блогосфера является серьезной платформой для диалога между обществом и властью, от которой зависит формирование позиций и взглядов на актуальные темы и вопросы. В этой связи он поручил руководителям министерств и ведомств отнестись более чем серьезно к форуму и его участникам, которые, по его убеждению, призван стать не только очередным молодежным мероприятием, а крупным имиджевым событием для республики. Мы все знаем, что во всем мире стоит сложная ситуация. Во многих странах идут войны, страдает экология, и мировая экономика весьма нестабильна. Будущее зависит от молодежи, от нас с вами. Именно мы способны стать той опорой, которая сможет изменить все. Но чтобы понять, как это сделать, мы соберем всех. Именно поэтому я хочу объявить о созыве молодых парламентариев со всего мира. Насами МАГАС-2018. Далее на совещании говорили о готовности республики к принятию международного саммита молодых парламентарий МАГАС-2018, который пройдет с 26 по 29 апреля. Открытие саммита состоится в стенах Народного собрания региона, где молодым парламентариям представится возможность ближе познакомиться с составом и структуром парламента, узнать историю ингушского парламентаризма, которая началась в далекой древности с начала Совета старейшин. Цель саммита – это эффективное развитие молодежного парламентского движения как инновационное направление молодежной политики в Российской Федерации. Регистрация участников саммита ведется через автоматизированную информационную систему АИС молодежи России. Это первое крупное мероприятие от республики Макшетти, которое было допущено на международную площадку АИС. В рамках программы саммита планируется проведение презентации лучших практик, организации работы с молодежью в регионах страны, разработка новых форматов взаимодействия с молодежью, подписание соглашения сотрудничеств между лидерами молодежных парламентов, иностранных государств и регионов России. Своё участие в саммите в столице Ингушетии подтвердили делегации молодежных парламентов Армении, Азербайджана, Афганистана, Молдовы, а также регионов России. Мы подтвердили своё участие на саммите уже более 40 человек, которые являются представителями 15 регионов Российской Федерации и 6 иностранных государств. У нас Казахстан, идёт дальше Пакистан, парламент Турецкой Республики, член молодежного парламента Израиля, Греции и так далее. На саммит парламентария, чтобы в Сирии молодежные ребят пригласить для участия в саммите. Понятно? Есть. Проговорить там вопросы. Напомним, что саммит представляет собой социально-образовательный проект, направленный на повышение конкурентоспособности лидеров молодежных структур иностранных государств и регионов Российской Федерации и разработку новых моделей работы с молодежью. Светлана Томова, Муслим Ганев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов, Новости 24.